Земля вот особенно когда она уходит из зоны, из инженератора бокового вверх, кажется таким громадным шаром, который висит в пространстве, еще когда особенно она находится в тени, такой серп. Редкие кадры, первые слова из космоса записаны на кинопленку. Техника съемки в отряде космонавтов всегда была обязательной дисциплиной. И Германа Титова, и остальных космонавтов первого набора обращаться с камерой учил фото-маэстро Борис Смирнов. Слушай, как рад я тебя видеть. Ну, малыш вырос, малыш, малыш вырос. Привет. Здравствуйте. Они знакомы более полувека. Учитель Смирнов и ученик космонавта Борис Волынов. Тогда будущих покорителей Вселенной называли слушателями, а сам центр подготовки космонавтов располагался в крошечном домике. Здесь не было перегородок, здесь находилось большое такое помещение, это был класс, где занимались слушатели, то есть будущие космонавты. Здесь все лекции, все занятия проходили именно здесь. Из подсобных инструментов только пульман, молоток и несколько кинокамер конвас-автомат. Через их объективы мир узнал, как выглядит космос. Именно эту камеру изучали космонавты, и все, весь первый отряд прекрасно мог ей работать. Вот, ручная камера, вот, пожалуйста, вот так вот, панорамку сделать, покрупнее, пообщее. В 1955-м в Советском Союзе на заводе «Зенит» стали разрабатывать космическую оптику для спутников. Дело новое, экспериментальное. Никто точно не мог сказать, насколько четкими получатся снимки сквозь земную атмосферу. Тогда впервые получены из космоса первые в мире снимки с Земли. На них были четко дешифрировался рыбак в лодке, удилища. И тогда вот все поверили, что действительно из космоса можно делать детальные снимки с Земли. Полет человека в космос поставил новый вопрос. Как объективно задокументировать начало космической эры в космосе и на Земле? Техника в то время была несовершенной. Например, кинопленки для записи парадной госкомиссии хватало лишь на 10 минут. Камера снимала пленку, но она подходила к концу. И оператор Суворов, который снимал эту госкомиссию, говорил, Сергей Павлович, у нас пленка кончается, нужна перезарядочка. Ну, Королев говорил, товарищи, у киношников нужно перезарядку пленки. Давайте помолчим, а потом будем продолжать. И все сидели, молчали, пока на камере меняли кассету, ставили другую пленку. И опять 10 минут велась съемка. Как выглядят первые покорители космоса, страна и мир узнавали только после полета. До посадки тиражировать фотографии советских космонавтов строго запрещалось. Исключение – лишь ли руководство страны, когда надо было выбирать кандидатов на полет. Так для Хрущева сделали обычные карточки фото от Илья и вложили их в личные дела. Хрущев посмотрел фотографии, посмотрел, полистал эти личные дела так чисто формально. Потому что там они все ничего выдающегося еще не сделали. И, видимо, чувствуя какой-то неловкость вот этого момента, что вот люди на подвиг идут, а он где-то в стороне. И вот, он, значит, сказал, ну, вообще-то хорошо бы посмотреть хотя бы фотографии вот этих людей. А что ему говорят маршалы? Никита Сергеевич, ну у него вот же фотографии-то есть в личных делах. Он говорит, да нет, ну не такие фотографии. Я хочу посмотреть, какие у них дети, жены вообще, какие они. Отношения между сотрудниками Центра подготовки и первыми космонавтами были дружескими. Смирнову поручили взять свой личный фотоаппарат и пойти к слушателям в гости. Когда-то и были сделаны знаменитые фотографии родных Гагарина и Титова. Возможно, они и сыграли роль в выборе первого космонавта планеты. В это здание, именно в этот хольчик приехал Гагарин сразу же после полета. 16 числа, 16 апреля 1961 года он встречался с коллективом Центра подготовки. Это еще был такой довольно маленький коллектив. Вот здесь проходила эта встреча и была такая очень милая съемка. Фотографии сохранились того времени. Сегодня фото- и видеосъемка – неотъемлемый процесс подготовки космонавтов. А методы съемки, заложенные Борисом Смирновым, продолжает и совершенствует нынешний летописец ЦПК Андрей Шелепин. Он один из тех, кто сопровождает космонавтов от первого появления в «Звездном городке» и до полета в космос. Сегодня искусство съемки превратилось в обычную рутину. Все же тот, кто документирует происходящее, фактически проживает вместе с космонавтами приличный отрезок времени. Видит через объектив и трудности, и радости долгого пути к старту. Я прекрасно понимаю, как это тяжело и это восхищает. То есть это вызывает восторг именно, как люди через все это проходят, на что они идут, к чему они готовы. Естественно, когда они приземляются, летая на посадке, это как завершение некого этапа, первого или очередного этапа в жизни космонавта. И очень приятно осознавать себя причастным. Борт МКС. Здесь фото и видеосъемки ведутся ежедневно. Это необходимые условия многих экспериментов. Однако некоторые фотографии явно превышают критерия ремесла, приближаясь к настоящим произведениям искусства, у истоков которого стоит настоящий мастер Борис Смирнов.